Официальный Ереван должен ответить за грубое нарушение международного гуманитарного права. Армянских оккупантов необходимо отдать под международный военный трибунал. Такого мнения придерживается американский политолог Питер Тейс. Он подчеркивает, что Армении следует немедленно прекратить убивать ни в чем не повинных мирных жителей Азербайджана. Мы видим, как Азербайджан успешно осуществляет контрнаступательную операцию для освобождения своих территорий от армянской оккупации. Захватнические войска Армении постепенно покидают Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы. Окупация не может длиться 30 лет. Настало время положить этому конец. Терпя поражение на поле боя, Ереван обстреливает густонаселённые пункты, погибают мирные жители. Ведётся артиллерийский и ракетный обстрел по инфраструктурным объектам Азербайджана. Ранее вооружённые силы Армении попытались нанести удар по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Ракеты упали всего в 10 метрах от нефтепровода. Разрушительные действия Еревана не получают необходимого осуждения европейских стран, считает Питер Тейс. Молчание международного сообщества, по его словам, ещё больше усугубляет ситуацию. Премьер-министр Армении постоянно демонстрирует неуважение к международному праву. К такому выводу можно прийти, просматривая его интервью различным телеканалам. В беседе с журналистом BBC Пашинян вновь показал полнейшее отсутствие знаний и абсолютное отсутствие решимости урегулировать конфликт мирным путём. Ему следует отказаться от воинственной риторики. В панике он обзванивает всех мировых лидеров. К сожалению, некоторые из них не понимают, какую угрозу агрессорская политика Армении представляет не только для Азербайджана, но и для других стран Европы. Американский эксперт добавил, страны Европейского союза должны вести экономические санкции против Еревана. Давление на агрессора и оккупанта должно оказываться до тех пор, пока он не покинет международно признанные территории Азербайджана. Резюмировал Питер Тейс. Шамиста Мамедов, CBC.